здравствуйте всем вот это вот дорога чуть дальше на идет на владивосток вот это вот дорога она идет в китай ну а ой извините ну а дальше вот эта вот дорога она идет северную корею а вот бросаться между северным кореем и и китаем это мы друзья это россия так что же нас ждет при крайне нежелательном развити сценария на корейском полуострове ну таких сценарий несколько 1 американцы наносит ракетно-бомбовые удары по ядерным объектам пхеньяна они потом входят северную корею занимают ее вместе с южанами да и тогда американцы так как у них база будет в корейской народной демократической республики и в японии зажимают нашу базу тихоокеанского флота во владивостоке наша база без ведома американцев уже не может послать куда-либо корабли тихоокеанского флота с вытекающими оттуда крайне неприятными последствиями для российского командования и лично владимира владимировича путина и сергей кужебетовича шайку идем дальше рассматриваем следующий вариант при котором трамп наносит ракетно-бомбовые удары а китай вмешивается и допустим вместе с кореей с северной кореи принимает применяет ядерное оружие против кораблей в мф сша который находится вот тут вот неподалеку в этом случае радиация заражает акваторию того все того же владивостока находки и прочих наших населенных пунктов там не будет возможен вылов рыбы потому что то есть будет запрещен вылов рыбы потому что она будет радиоактивно с утекающими крайне нежелательными последствиями уже не военного а экономического свойства и понятное дело что из владивостока все возьмут и свалят это будет еще хлеще чем из владивостока валили в 90-е годы туда поближе баблу поближе к москве ну а те кто половче эти вообще-то через тихий океан прилетали в сан-франциско или в калифорнию но сейчас мы не будем касаться темы эмиграции давайте рассмотрим еще парочку вариантов если обходиться без применения ядерного оружия ну допустим стороны его будут боевые действия но его применять будут отказываться в этом случае вполне возможно будет такая ситуация где китайцы если при условии конечно что штаты первыми нанесут бомбовые удары по северной корее то китайцы переходят границу северной кореи и наступают на суон на пхенканг на юан на самочку в общем повторяется сценарий корейской войны как вы поняли тут стоит отметить то что у китайца вся авиация вся авионика это наша там стоят наши сушки наши миги или корейские истребители которые очень-очень сильно напоминают наши и как вы понимаете китайозом при такой такой при таком сценарии не обойтись без нашей военно-технической помощи а это означает что россия ну никак не может сказать что это не наш конфликт при любом возможном развитии сценария я не знаю проводится ли во владивостоке или же в находке учения связаны с радиологической химической и бактериологической защиты рассказывается населению куда бежать случае чего все надеются на наши с 300 с 400 но есть один фактор то что американцы могут просто перепутать ну что я имею виду например они хотят ударить по андуку или даже по санбонгу а возьмут перепутывать и ударят например по славянке ядерными своими тамагавками почему я так думаю что американцы не очень точны ну это подтверждается событиями в афганистане помните да когда они с беспилотника расстреляли свадьбу это раз помните когда та история в сирии когда не все томагавки долетели куда нужно да и поэтому не только опасно программа северной кореи ракетная ядерная но и еще конечно американские ракеты которые тоже будут летать если трампа таки отважится на войну тоже представляют для нас опасность и те кто надеется на из 400 на из 300 правильно надеются но а вдруг пропустят а вдруг пропустит поэтому я вот сильно сомневаюсь что во владивостоке в находке людям рассказывается куда бежать в случае чего я даже думаю что они вообще сигнал тревоги не услышат потому что в моем родном городе постоянно проводились это я помню года 5-6 назад вот эти учения где там объявляется тревога показывается все по телевизору шикарно потом выходят какие-то патрули то ли мчс то ли фсб но не понятно кто на общем и говорит бежите туда-то бежите сюда-то но есть одно но во первых я находился хоть и в городской черте но в противоположном районе от этих учений и я сигнал тревоги и другие люди не слышали то есть случае чего мы бы сдохли уже давно так что вот так вот все мы когда-либо сдохнем надеюсь это произойдет не скоро пока пока а а